Всем привет! С вами международный инструктор по сноуборду Илья Косченко, новый ученик Семен и доблестный оператор Антон. Сегодня мы пройдем на трамплинах тройки 180, 360 и 540. Итак, ребят, вспомните прошлый урок. Я рассказывал о том, как правильно заходить на трамплины, а именно про траекторию. Для исполнения градусов она важна еще больше. Если вы зайдете на трамплин по прямой и сделаете вращение в ту или иную сторону без траектории, очень большой шанс того, что вы сместитесь вправо, либо влево. И если вам не повезет, вы даже можете перелететь через приземление и упасть во враг. Сначала вы заходите на разгонки на пяточках, на заднем конту. И когда уже переходите на кикер, для того, чтобы приготовиться прыгать, переходите немного на носочки. Но чем больше градуса вы хотите закрутить, тем больше траекторию и больше радиус мы делаем. Это было для фронтсайда, а сейчас я покажу для фронтсайда. В бэксайде не старайтесь сразу принять стойку свитч. Если вы это сделаете, то вас после приземления развернет еще как минимум на 180 градусов. Для того, чтобы это не произошло, приземляем со своей стойки задом наперед, чувствуем, что доска поехала и после разворачиваем. При исполнении трюка фронтсайд нам необходимо в полете принять стойку свитч и приземлиться уже к качественным стойкам. Семен, еще кое-что. Каждый раз, когда ты приходишь в парк, я посоветую сделать несколько вещей. Первое. Изучить все трамплины, выходы, приземления, полки, чтобы когда ты вылетел в воздухе, до тебя не было никаких сюрпризов. И также, перед тем, как делать какие-то сложные трюки, размяться. К примеру, попрыгать просто ровно и с гребером. Попробуем на склоне. Yep. Да. Отлично размялись, а теперь попробуем сделать бэксайд и фронтсайд 180. Основные ошибки, которые встречаются при выполнении трюка 180. Когда мы делаем фронтсайд, главное не сковывайте себя. Постарайтесь немного расслабиться, развернуться свитч и потом приготовиться к приземлению. Если вы будете скованным, это не даст вам развернуться. В трюке бэксайд 180 обратите внимание, не разворачивайтесь сразу в свитч. В случае, если вы сразу попытаетесь принять стойку свитч после выполнения трюка бэксайд 180, это вам даст лишнее вращение, и вы не сможете стабильно выехать после прыжка. На будущее совет. Для того, чтобы трюк получался более стабильным, попробуем брать какой-нибудь греб. Тот, который вам более удобен. Отлично, мы оселили 180. Теперь попробуем 360. Попробуйте сделать бэксайд или фронтсайд, в зависимости от того, что вам больше по душе. Если все же вы чувствуете, что к нему не готовы, пожалуйста, не делайте. Вспомните прошлый урок, что случилось с Андреем. Он был не готов, я ему говорил об этом, он мне не поверил. Бэксайд и фронтсайд 360 выполняются примерно так же, как я рассказывал вам во втором уроке, во флете. Но добавляем немного больше техники и больше концентрации, по той причине, что пролет достаточно большой. Если вы закрутите с такой же скоростью, как по флете, это вам даст лишнее вращение. Но вполне возможно, вы сделаете 540, и вы будете этому рады. Но есть вероятность, что вы испугаетесь, и поэтому уберетесь. Очень важно, для 360 не забывайте вращать головой. Если вращения головой не будет, то и не будет вращения вашего тела. Кроме того, не забывайте, что одной головой сильно себя не закрутим. Поэтому вспоминаем второй урок, где я вас учил закручивать себя корпусом. Это вам тоже понадобится. Но самое важное, когда вы увидите, что вы уже развернулись на 360, попробуйте зафиксировать свой взгляд и переднюю руку на траектории для выхода. Это поможет вам восстановить вращение. Вы можете просто чересчур рано начинать закручивать, из-за чего вы сделаете 180 на трамплине. Это, во-первых, уберет у вас очки за выполнение трюка, так как он будет выглядеть не очень качественно. Во-вторых, срежет немного кикер. И, в-третьих, может привести к уборке. Стараемся помнить про максимальную осторожность. Катание и прыжки в парке очень опасны. Вспомните еще раз Андрея. Делаем все аккуратно. Если вы чувствуете, что не готовы, сделайте прямой прыжок и идите на обычную трассу подготовиться еще немного. Хорошо. И все же, мы научились делать 180-360. Если вы очень отморожены и хотите попробовать что-то более сложное, или вы просто уже давно научились делать эти трюки, попробуйте сделать 540. Смысл его в чем? Вам нужно чуть сильнее закрутиться и после того, как вы сделали с 360, развернуть свой корпус еще на 180 градусов. Для того, чтобы сделать 540, когда вы делаете бэксайд, после того, как вы прилетели 270 градусов, вам нужно сильнее завернуть голову в сторону вращения. Это позволит вам раскрутиться немного быстрее. И вы приземлитесь в 540. Если вы делаете фронтсайд 540, в чем фишка? Когда вы заходите на 360, у вас идет прыжок фронтсайд. Последние 180, у вас идут бэксайд. Поэтому все, что вам нужно, это просто развернуться в стойку обратную своей. Ребят, Семену настолько понравилось прыгать в парке, что он делает это без остановки. Поэтому скажу, пока без него. Сегодня мы прошли вращение на трамплинах. 180, 360 и 540. Фронтсайд и бэксайд. Узнали основные правила выполнения этих трюков, а также познакомились с основными ошибками, которые не стоит повторять. Итак, ребят, давайте подведем некоторые итоги. Если вы помните, вместе мы прошли достаточно длинный путь. Начиная от того, что мы узнали, что такое сноуборд и как отбрать его под себя, в том числе все снаряжение, которое им к нему полагается, и заканчивая сложными трюками на трамплинах. И, конечно же, мы не забыли научиться стоять на сноуборде и делать основные элементы, как поворотов, так и фристайла. С вами на протяжении всего этого времени был международный инструктор по сноуботу Илья Косиченко и команда Slenergy.ru. Спасибо за внимание.